А сейчас об этих и других событиях более подробно. Специалисты фиксировали укусы не только кошками, собаками, крызунами, но и обезьянами, сусликами и гадюками. В Магнитогорский травматологический пункт Айболит с начала 2023 года уже обратились 302 ребенка, пострадавших от зубов и когтей животных. Также немало в этом году детей, укушенных клещами. Подробнее о некоторых случаях, а также о том, как правильно действовать родителям травмированных детей, расскажем в сюжете. Перед нами журнал экстренных извещений, то есть мы фиксируем здесь укусы клещей и укусы животных. Животные различные, то есть основная масса – это собаки, кошки, ну и также бывают дикие. Значительную часть обращений в травматологический пункт Айболит составляют жалобы на укусы животных. С начала 2023 года таких случаев зарегистрировано 302. Детей чаще всего кусают кошки, собаки и грызуны, в основном домашние. Но бывают случаи, что называется «из ряда вон выходящие». Один из пострадавших пытался сделать селфи с сусликом в поле, за что был укушен. Еще один юный исследователь на прогулке наткнулся на гадюку. Случилось это в начале августа. Встреча с опасным присмыкающимся закончилась для мальчика госпитализацией. Он поступил в связи с тем, что начался отек кисти и покраснение. Это вот одни из признаков укуса. То есть там две точечные ранки на пальчике, кисть и рядом расположенные пальцы все отекли у него. Опасно в связи с тем, что может привести к летальному исходу, если не вовремя обратиться. Поэтому нужно вовремя приходить. И делается сыворотка прямо в первые минуты. Заведующая травмпунктом Айболит Мария Тимофеева отмечает, летальным исходом может закончиться встреча и с экзотическими животными, и с самыми обычными домашними питомцами. Многие из них могут быть переносчиками опасного заболевания. У нас идут млекопитающие. Считаются все заразны по бешенству, кроме парнокопытных. Даже та же обезьянка, те же ежики. Они считаются контактом по бешенству. Нужно ранки промыть мыльным раствором и обратиться в Айболит. Забинтовать. Никаких ватт, никаких ликопластырей. А нужно сразу же обращаться в Айболит. А тут уже врач дежурный решает, который на приеме, нужна постановка вакцины или нет. 40 уколов живот остались в прошлом. Сейчас пострадавшим от клыков и когтей достаточно сделать 6 инъекций по специальной схеме. Первые три прививки это делается обязательно. Как раз в течение 14 дней наблюдается животное. То есть потом они приносят вторую справку от ветеринара. Если животное здорово, то мы отменяем остальные три прививки. Часто обращаются в Айболит с укусами клещей. В этом году зафиксировано уже 252 таких случая. Клещи разные. В основном везут с Башкирии. То есть это Банна, это Абзакова, где отдыхают. К сожалению, наши родители не знают, привиты их дети или нет. По большинству случаев родители сомневаются, что прививка есть полный курс вакцинации, который делается детям в садике и в школе. А ведь от этого зависит, необходимо ли ребенку будет ввести иммуноглобулин или нет, если клещ окажется энцефалитным. Но в любом случае мамы и папы могут перестраховаться. Родителям дается выбор. Либо вы проверяете клеща, и потом уже приходите при положительных результатах. Мы ставим иммуноглобулин. Он делается в течение 72 часов, поэтому там как бы есть запас времени. Либо мы сейчас ставим. Это уже тоже решают родители. В детском травмопункте иммуноглобулин ставится всем детям до 18 лет бесплатно городскому нашему населению. Что интересно, клещи активно в теплое время года, однако могут укусить и зимой. Такой случай в практике докторов тоже был. Пациентка обратилась к ним в декабре прошлого года. Девочка пришла к нам, у нее был в пупке клещ. Это вот он где-то переждал осень-зиму в вещах. Мы сначала тоже ей не поверили, подумали, что это родинка. Она говорит, нет, у меня нет на этом месте родинка. Когда рассмотрели, там был клещ. Быть осторожнее, не заниматься самолечением и, конечно, ставить все прививки по возрасту. Вот совет специалистов для родителей. Доктора, в свою очередь, готовы оказать всю необходимую помощь, если потребуется. Детский травмпункт на базе Центра охраны материнства и детства работает круглосуточно.